Здравствуйте, уважаемые посетители сайта portablegames.ru. Меня зовут Мария. Сегодня я предлагаю вашему вниманию видеообзор портативной игровой приставки, работающей от картриджей. Это геймбокс, выпущенный осенью 2011 года, компанией, называющей себя Execune. Приставка поддерживает картриджи знаменитой консоли Game Boy Advance SP. Выглядит она точно так же, как и Game Boy Advance SP. И комплект у нее такой же, как и Game Boy Advance SP. Консоль и зарядное устройство для аккумулятора. Инструкция и гарантийный талон. Приставка Game Box имеет форму корпуса раскладушка. Сверху находится экранчик, его диагональ 3D. Внизу кнопки выбора действия, выбора направления, динамик, кнопочка Start, Select используется в играх. Под экраном расположен регулятор яркости. На правом торце ползунок включения и выключения консоли и два индикатора питания и зарядки. Слева регулятор громкости. За экраном расположены кнопки L и R. Это так называемые Shift-T. Они используются не во всех играх, но во многих. И два разъема. Справа разъем для подключения зарядного устройства, чтобы вы могли зарядить аккумулятор консоли. Слева разъем для подключения сетевого линк-кабеля, который позволяет объединить от двух до четырех приставок и поиграть в игры с поддержкой мультиплеера. Игры для нескольких игроков. Чего действительно не хватает к геймбоксу, так это стандартного разъема для наушников. Но существуют наушники для Game Boy Advance, которые подключаются к разъему для блока питания. Обычно это капельки. К сожалению, выбор ограничен фантазией производителя. Катридж вставляется картиночкой вниз до упора. Включаем приставку. Видите, все очень просто. Видите, мы объясняем популярность геймбоя и геймбокса. Сейчас существует много мультимедийных приставок, которые позволяют закачивать игры в память приставки. Но, как мы поняли по вопросам и комментариям на нашем сайте, не всем удается это сделать. Скачивание игр, их разархивация, копирование. Не все с этим процессом знакомы, поэтому вставить картридж, конечно, гораздо проще. Приставка также пригодится тем, у кого уже сформирована большая коллекция картриджа от геймбоя, а приставка по каким-то причинам вышла из строя. Игр на геймбой существует достаточное количество. Очень много различных приключений по фильмам. Вот как мы сейчас смотрим игру «Властелин колец. Возвращение короля». По узнаваемым мультфильмам. Вадагаскар. Приключения Немо. В поисках Немо. Лесная братва. Сезон охоты. И так далее. Шрек. Графика в играх от геймбой 3D 2-битная. Некоторые игры трехмерные, некоторые двухмерные. Достаточно интересные и неплохие. На этом наше знакомство с геймбоксом подходит к концу. Я желаю всем приятной игры и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok